На орбите может быть создана группировка спутников АЭС-2Д. Такой проект прорабатывается в РКЦ «Прогресс». Космические аппараты завоевали доверие наряду с мощными ресурс-П. АЭС-ты делают снимки высокого разрешения, пользу от которых уже оценили экологи, геологи, метеорологи, лесники и правоохранительные органы. Подробнее в сюжете Нины Ваниной. Незаконно вырыли карьер или сбросили несколько тонн мусора, утаить такую иголку в стоге сена все сложнее. В спутниковые снимки высокого разрешения фиксируют и нефтеврески, и лесные пожары. Так космическая промышленность выполняет вполне себе земные задачи. Люди, которые предполагают совершить хищение распространенных полезных ископаемых, теперь знают, что за ними следят из космоса. Те, кто захочет своровать в государство, несколько раз подумают, поскольку существует как административная ответственность до миллиона рублей для юридических лиц, так и уголовная в рамках кражи. Крупировка ресурсов на орбите оснащена мощной оптикой. Разрешение до одного метра, захват в одном снимке до 38 километров, что позволяет конкурировать с американскими, французскими и корейскими аналогами. С развитием будущих систем ресурс ПМ и обзор мы выйдем на паритетные характеристики с этими аппаратами. Впервые уникальная система Российской Федерации в советское время создана и сдана в эксплуатацию. Сегодня в составе двух аппаратов, третий ожидается в июне текущего года. Вероятность пополнения есть и в семействе Аистов. Студенческий спутник, созданный совместно с РКЦ «Прогресс», себя зарекомендовал. Это снимки, сделанные оптикой на его борту. Всякий раз проходя над Самарой, Аист-2Д делает детальные снимки поверхности. Такое пристальное внимание самарского спутника к своей родине не случайно между правительством области и Роскосмосом заключено соглашение. Вся информация поступает сюда, в РКЦ «Прогресс», в течение суток. Уровень разрешения его считается сверхвысокодетальным. Кроме того, были у нас там экспериментальные аппаратуры, в частности ЭКД, которые находятся в стадии отладки. Они разные, пока о них рано говорить. Аист, если он будет реализован как группировка из нескольких спутников, то позволит нам практически ежесуточно давать информацию, хотя бы по Самарской области гарантированно. И воспользоваться ей смогут заинтересованные министерства, ведомства и организации, чья работа требует космического мониторинга. Сельхозпроизводители, к примеру. Инна Ванина, Сергей Павлов, Новости губернии.